Субтитры создавал DimaTorzok Каждый живет своей жизнью Но на самом деле Судьбы городов, как и судьбы людей Уникальны У каждого города своя собственная Неповторимая история Достойная гордости для многих поколений Ростов-на-Дону Город удивительной судьбы Город воин Город мужества и отваги Величественный и героический Зайдите в любой дом Постучите в любую дверь И вам с гордостью расскажут О своем герое О жизни которого можно снять фильм Или написать книгу События Великой Отечественной войны Они не только не туснеют с годами Но и являют миру Неизвестных до сели героев Александр Аронович Печерский Организатор единственного За всю историю Второй мировой войны Успешного восстания В нацистском лагере Собибор Для многих ростовчан Стало откровением то Что Печерский наш земляк Что он ходил по этим же улицам И видел эти же пейзажи Так вышло Что о подвиге Александра Печерского Почти не знали при жизни Но сегодня наша обязанность Сохранить память о нем Память об этом подвиге Чтобы помнили Чтобы знали Чтобы гордились Александр Аронович Печерский Жил в Ростове-на-Дону Рос в окружении двух братьев И двух сестер В юности учился в музыкальной школе По классу фортепиано Увлекался театром По его словам Музыка и театр Были самыми важными для него вещами После школы Пошел работать электриком На паровозоремонтный завод Отслужил в армии Руководил художественной самодеятельностью В одном из городских университетов Женился на донской казачке Людмиле Замелацкой Когда родилась дочь Элеонора Сочинял для нее музыку Но началась война Александр Печерский ушел на фронт В первые ее дни В звании лейтенанта С фотокарточкой дочери Он и отправился на фронт На момент начала Великой Отечественной войны Печерскому было 32 года В начале октября 41-го года армия В которой воевал Печерский Под Вязьмой попала в окружение В тех сражениях полегло более миллиона советских солдат А сам командарм Лукин попал в плен Не смог выйти из окружения И лейтенант Печерский Целых 9 месяцев Печерского переводят из лагеря в лагерь Он столько раз чудом оставался в живых Что кажется, будто судьба хранила его Для будущего подвига В Минске лимит везения был исчерпан Оттуда в конце сентября 43-го года Печерского отправляют в Польшу В лагерь смерти Собибор Об этом помнит участник тех событий Семен Розенфельд В сентябре месяце 43-го года Вдруг нас перестали брать на работу Никто ничего не объяснял И числа 18-го, 19-го или 20-го сентября Нас построили, погнали на железную дорогу И мы оказались в первых два вагона 200 человек из лагеря взяли Потому что мы переехали границу И эшелон повезли в сторону Люблина Вот мы едем на север И доехали до станции Собибор Собибор являлся одним из лагерей Созданным для полного физического уничтожения Неугодного Третьему рейху мирного населения На территории Польши, недалеко от деревни Собибор С началом весны 42-го года немцы начали строительство Мармеладной фабрики Так, во всяком случае, было объявлено местному населению Работа ладила спора Территорию оградили Между двумя рядами колючей проволоки Заложили мины Правда, этих подробностей местное население уже не знало Именно так было заложено основание концлагеря Собибор Концлагеря, который будет служить единственной цели Физического уничтожения неугодных фашистам элементов В лагере смерти долго не жили Большую часть прибывающих людей сразу же отправляли в газовые камеры Для того, чтобы заглушить крики умырающих На территории лагеря специально разводили и держали большое стадо из трех сотен гусей Когда включали мотор и подавали газ в камеры Специально назначенные охранники начинали дразнить гусей и гонять их вокруг строения Но даже это не могло полностью замаскировать крики сотен умирающих в мучениях людей По воспоминаниям Александра Печерского, страшные крики женщин и детей каждую ночь не давали ему заснуть Эти крики он уже никогда не мог забыть И спустя долгие годы просыпался от них по ночам Он иногда кричал во сне И вот он мне, я очень хорошо помню Просто потому что, когда родился мой первый сын Антон Мне тогда было 21 год И вот я приезжала туда на социалку Мы уже жили на Западном с Антоном И если Антон начинал плакать Дедушка уходил подальше на кухню Там была коммунальная квартира Он совершенно не мог слышать детский плач Но это вот все те отголоски, тех ужасов, которые он перенес Субтитры создавал DimaTorzok Нас загнали на территорию лагеря Выгружили на платформу И стали вызывать столяра и плотники выходить Здесь Печерский, в недалеком прошлом руководитель самодеятельного драмкружка Впервые соврет, что он столяр Хотя, разумеется, никогда в жизни не держал в руках рубанка Он вышел туда, где эти столяра, плотники Он знал, что заключенных работяг кормили чуть лучше, чем обычных военнопленных Благодаря навыкам их жизнь продлевалась на несколько месяцев И Печерский стал работать в столярной мастерской Уже через неделю о русском лейтенанте Сашко Как его стали называть в Собиборе Узнал весь лагерь Печерский выделялся среди вновь прибывших ростом, статию и уверенным поведением Возрастом Наконец ему исполнилось 34 года Остальным было немного за 20 Он офицер Красной Армии Какая-то харизма в нем, несомненно, была Буквально с первого же дня пребывания в лагере Александр заставил других уважать себя А произошло это так Один из пленных голландцев, изможденный в очках с толстыми линзами Не смог разрубить пень Когда его за это избивали, Печерский тоже попал в поле зрения эсэсовца Тот приказал Печерскому снести пень, дав пять минут времени За это фашист обещал Александру пачку сигарет Печерский разрубил пень в щепке за четыре с половиной минуты Однако от сигарет отказался Не курю, сказал он Изумленный эсэсовец ушел и вернулся с половиной буханки хлеба и пачкой маргарина Но и тут Печерский не взял подачку Мне показалось, что с хлеба того капала человеческая кровь, вспоминал он Поступок вызвал восхищение среди узников Пожать руку Сашко, высокому, стройному, красивому, с волевым лицом подходили многие В тот же вечер ему предложили вступить в подполье лагеря Заведующий поднялся мастерской Он попросил, чтобы его познакомить с Печерским Он выделялся Мы были все 21-22 год А он был на 13 лет Вот познакомили их с заведующим мастерской и с Печерским Он говорит, ты пригодишь в войне мастерской Я этот план вынашиваю давно Но мне не с кем его осуществить Но когда из нас были советские пленные, я доверился вам Печерский принял предложение, но с одним условием Побег должен быть массовым Мы не можем спасти свои жизни для того, чтобы уничтожили весь лагерь Он уже знал, что чуть раньше из Собибора пытался бежать один из голландских морских офицеров За это фашисты расстреляли 72 его земляка В Собиборе Александр Печерский пробыл всего 22 дня За это время он сумел организовать и провести массовое лагерное восстание Ставшее единственно удачным за все годы Второй мировой войны 14 октября 1943 года восстание узников Собибора состоялось Согласно плану Печерского, они должны были тайно, поодиночке Ликвидировать персонал лагеря, а затем, завладев оружием, находившись на складе, перебить охрану Он говорит, надо расставить по мастерским, по два человека, что-то поломать там Было так, 160 полицаев, они стояли на вышках, стояли на пропускном пункте, калитка, в карауле 20 человек И остальные отдыхали, полицейский домик был такой Узники, среди которых были граждане самых разных стран, договорились, что в назначенный час ССовский персонал лагеря вызовут в различные мастерские, будто бы по делу, и там нападут на них В четыре часа паркняжные ждали заместитель коменданта лагеря Ноймана Он приехал на лошади, он зашел в паркняжную мастерскую А туда поставили Шубаева, он был из Дагестана Я помню еще в Минске, помню, как он лезгинку танцевал, то есть целый Кавказ И вот он был, просчет у Печерского был, он был ниже Ноймана Он первый удар ему дал там фаром, и не убил, он крикнул И мы видим, вдруг лошадь заржала, встала на дыбе Мы переглянулись с Печерским, не понимаем, что случилось Еще через минуту-две кто-то из паркняжной мастерской вышел Взял лошадь, отвезли в конюшню А второй человек из паркняжной мастерской вышел и пошел в наше направление В новую столярку Он пришел, вынул пистолет, Ноймана отдал Печерскому Он сказал, что-то случилось, первый удар у Баи был неудачный, он крикнул Вот эта лошадь встала на дыбе И так через 20 минут или 30 минут, видим, идет второй немец в паркняжную мастерскую А там труп убрали, все чисто И так же в сапожной мастерской было, там Аркадий Вайс попил Он одному немцу расколол топором пополам голову Значит, у сапожной мастерской От трех немцев убили во втором лагере Там Цибульский справлялся с этими Подходили к одному немцу, сказали, есть хорошее кожаное пальто А там Цибульский ждал уже его Показали, пальто действительно было хорошее Он смотрит на пальто Цибульский сзади топориком, раз, убили, все План удался лишь частично Восставшие смогли убить несколько эсэсовцев и охранников Но завладеть оружейным складом не удалось Охрана открыла огонь по заключенным И они вынуждены были прорываться из лагеря через минные поля Им удалось смять охрану и уйти в лес Вы понимаете, но все равно люди на это шли Потому что лучше смерть, чем вот такая Такая мука, такое существование И в конце концов все равно смерть А это хоть один шанс из тысячи, но он был Общее количество узников, находившихся в лагере в день восстания 550 человек Из них не смогли или не захотели бежать И впоследствии были убиты сразу после восстания 150 человек Погибли на минах и от пуль немцев во время восстания 80 человек Вырвались с территории лагеря и достигли леса уже 320 И из этих 320 узников были пойманы и казнены 170 Из оставшихся в живых 150 узников Погибли в убежищах, тайниках и тому подобное В основном от рук враждебно настроенных лиц из местного населения 92 человека И дожили до освобождения Красной Армии всего 53 узника На данной фотографии вы можете видеть как раз двор современного областного музея краеведения И вот еще молодые на тот момент бывшие узники концентрационных лагерей Собираются, как видите, численность достаточно большая На тот момент у нас в Ростове проживало в общей сложности более 2000 человек Которые побывали в концентрационных лагерях Именно тогда родилась идея создания такой ростовской ассоциации бывших узников У ее истоков стояло несколько человек Вот один из них это Евгений Васильевич Моисеев Который ныне здравствующий, живой Более того, он в этом, нет, ну уже в прошлом году, в 2018-м Побывал в Москве в австрийском посольстве Был награжден орденом Австрии за заслуги перед Австрийской республикой Но еще одним основателем это был Федор Федорович Михайличенко И Александр Аронович Печерский Почему, собственно говоря, вот когда вставал вопрос Почему именно у нас устанавливается памятник Ответ очень простой У нас сохраняется музей Ростовской ассоциации бывших узников У истоков, которых стоял в том числе Печерский Это было единственное успешное восстание в концлагере В годы Второй мировой войны Утверждают, что после того, как Гиммлер узнал о происшедшем Он приказал сравнять лагерь Собибор с землей Лагерь снесли до основания А место, на котором он стоял, перепахали И засели многолетней травой Как будто бы это было обыкновенное поле После побега Александр Печерский вместе с восемью военнопленными Вступил в белорусский партизанский отряд имени Щерса Стал подрывником Пустил под откос два германских эшелона Но когда партизаны воссоединились с регулярными частями Красной Армии Печерского арестовали За то, что сдался в плен Потом направили в тот самый 15-й штурмовый батальон 1-го Прибалтийского фронта Запись о котором есть в его личном деле Здесь он получил звание капитана А 20 августа 1944 года В ходе наступления на город Бауска Был ранен осколком мины в ногу Очень было сильно ранение в бедро У него была очень сильно изуродована нога При том, что он не хромал Я помню, маленькая, мне страшно было смотреть Печерскому вновь повезло Он остался жив За всю жизнь хранил справку за подписью комбата майора Андреева И надштаба капитана Щепкина Где есть такие слова Свою вину перед родиной Искупил кровью В подмосковном госпитале За раненым ухаживала медсестра Ольга Котова Которая и стала его женой С ней Печерский и вернулся в родной город Ростов-на-Дону Сразу после победы Вся его жизнь после Сабибора Может быть уложена в несколько строк Когда его имя стало известно во всем мире И выжившие узники возносили молитвы за его здравие Сам он безвестно жил в родном городе Дедушке бесконечно приходили письма Это здесь как бы не очень о нем знали А ему писали со всего мира Писали бывшие узники Писали люди, которые занимаются Занимались вопросами военных преступлений Лагерей, конкретно с Сабибором К нему ему присылали все публикации Которые публиковались Когда я училась, наверное, в классе пятом Может даже в четвертом Вот ему наш музей краеведения Заказал изготовить макет И вот дедушка, когда его делал Я это вот помню, как сейчас Вот как сейчас Потому что у нас в нашей большой комнате На стол раскладывался И там стояло Макет, кстати, был довольно немаленький Далеко немаленький Даже на раскладном столе Вот обеденном Он выходил за рамки стола И мне тогда было просто Вот чисто по-детски интересно Потому что дедушка абсолютно все делал своими руками Он вообще был вот удивительно Рукастый Он выпиливал эти домики, бараки Он выпиливал даже деревья Он абсолютно все помнил Где что стояло Там же лагерь был разделен, по-моему, на три зоны Он из скрепок делал проволоку колючую Приходили же письма и из Голландии И из Америки И из Германии И из Израиля И приходили вот эти вот какие-то Публикации, которые были И нужно было их переводить И к нему приходили люди, которые владели этими языками Переводили вот тогда Ну я сидела где-то в уголке уха На строй и все слышала То есть Вот когда это касалось Вот архива, собирания Вот тогда девушка к этому подходила очень серьезно У него все хранилось в его секретаре Он не позволял там даже бабушке пыль вытирать Потому что у него все абсолютно лежало Он знал, где каждый листочек, где каждое письмо Где каждая публикация Он не допускал никого Вот он садился вечером и работал Он отвечал на все письма И все А в быту он на эту тему не разговаривал И мы на эту тему его не трогали Но все отпущенные ему послевоенные 45 лет жизни Герой жил, чтобы свидетельствовать о зверствах фашизма И в меру человеческих сил Выполнял свою миссию Все мои друзья С которыми я дружила там Со школы, с института Они когда слышали эту историю Они очень удивлялись Они никогда об этом не слышали И я в общем-то помятую Вот как у нас в семье было заведено То есть я как-то не рассказывала особо никому Это просто, если заходила в разговоре Вот если касалось этой темы И я могла упомянуть, что да Вот мой дедушка был в концлагере Вот он организовал восстание Потому что я-то как бы в теме была Но вот не было такого, что вот И ни разу мне никто не сказал Ой, а мы слышали об этом Все говорили, да ты что? Да ты что? И начинали вот тогда меня расспрашивать Да, очень мало, конечно, людей вообще знали Собственно говоря, дедушка так вот Очень скрупулезно занимался Забором этого архива Вот именно для того, чтобы Как бы это вообще не выпало из истории Что этого не было Потому что ведь в общем-то лагерь был Сравнен с землей после помега И сделано это было именно потому, что Лагерь был засекречен Александр Печерский работал администратором В театре музыкальной комедии Одновременно писал книгу о восстании в Собиборе Которая в 1947 году увидела свет После войны он работал вот здесь Вот в этом здании Ростовского музыкального театра И, к сожалению, именно с этим учреждением Связана вот та самая история Которая по-разному на сегодняшний момент оценивается Когда из-за обвинения в определенных там проблемах с финансами Он был исключен из партии в 1952 году И, в общем-то, затем долгое время безуспешно пытался в ней восстановиться Надо сказать, что после этого он практически ни разу Вот не возвращался к теме музыкального театра Но еще раз повторюсь Даже его устройство после войны работать в этом театре Это было своеобразным образом дань его увлечения Театральной деятельности и музыке как таковой В 1949 году Печерского за проявленную в боях храбрость Представили к Ордену Отечественной войны второй степени Но незадолго до вручения исправили статус награды И вручили медаль за боевые заслуги Александра Печерского не стало в 1990 году Дожив до 80 лет, Александр Аронович ушел из жизни в родном городе Ростов-на-Дома Там же он и похоронен на Северном кладбище Уже после смерти отважного пленника Собибора В 2007 году появилась мемориальная доска на доме, в котором он жил Мы находимся с вами по одному из адресов жизни Александра Ароновича в Ростове Это социалистическая 121 Здесь он жил со своей семьей Здесь у него родилась дочка Элеонора Надо сказать, что по большому счету Это, наверное, единственное жилое здание в нашем городе Которое отмечено мемориальной доской Вы видите, вот на первом этаже расположена мемориальная доска Которая повествует о жизни Печерского вместе со семьей Здесь по ростовскому адресу В нашем городе на сегодня достаточно много мест Которые хранят память об Александре Ароновиче Печерском Это и улица в новом микрорайоне города Ростова-на-Дону Это и мемориальная доска на социалистической 121 Это и памятник, установленный во дворе гимназии 52 Но одним из таких объектов, который хранит память о Печерском Это так называемая аллея звезд на Ворошиловском проспекте Среди них, конечно же, это звезда Печерского Александра Вот мы как раз с вами к ней подходим Это звезда, которая выглядит в виде сжатого кулака, разрывающего цепи Символ восстания в Сабиборе И номер, который был присвоен Печерскому в этот момент В 2015 году в честь Печерского названа улица родного города И, наконец, в 2016 году внучка героя получила из рук президента Российской Федерации Заслуженный орден мужества Я так волновалась, что я единственная, которая не сфотографировалась с ним в анфас И я настолько волновалась, что когда вот президент закончил поздравление и вручение Все поворачивались к залу Ну, потом кто-то хотел говорить Шел, кто-то шел на свое место А я еще стою к нему с лицом Вот после того, как я поблагодарил Я говорю, можно сказать? Он говорит, да, конечно, пожалуйста Я джих сразу, как это требуем Это волнение такое, конечно, ну, согласитесь, все-таки, но не каждый вот простой, обычный человек, россиянин Побывает в Кремле и получит это самое Конечно, меня все прямо колотило Так часто бывает, что настоящие герои – люди скромные Они не ищут славы Их не выхватывают из толпы лучи софитов Они просто живут среди нас О совершенном ими подвиге зачастую узнаем случайно Порой, когда человек уже умер Наша задача – не дать их именам кануть в лету Мы хотим сделать так, чтобы о подвиге Александра Печерского, герой из Ростова-на-Дону, узнало как можно больше людей Потому что его подвиг воспитывает И потому что в этом есть вселенская историческая справедливость Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok